Девушки отдыхают Девушки отдыхают А готовить мы сегодня будем рыбу в сливках И моё любимое блюдо, о котором я расскажу потом Это на самом деле, что касается второго блюда Мы с ним потом подробнее Давайте начнём с рыбой Значит, рыба у нас... Вот смотрите Не подойдёт ли, Борис, норвежская сёмга? Что источает омегу-3 Из всех сёмг норвежская самая лучшая, я считаю Да, вы знаете? Так, норвежская сёмга Которая известна своими питательными качествами омега-3 Её нарежем вот так Такими кусочками зальём Как часто, Борис, вообще удаётся вам, хотел тебя спросить Ну, хотя бы в принципе готовить Значит, я... у меня система такая Я... так как я пишу, у меня основная работа Писатель я Вот, там и прочее Да, я разговариваю по телефону Сейчас кто об этом поговорит Обеды, обеды я себе делаю сам Но так как у меня времени на это немного И если я буду делать те вещи, которые я себе готовлю на обед То мы с вами за 10 минут закончим Поэтому мы сегодня немножко подлиннее Да, давайте подлиннее, хорошо Так, значит, давайте вы нарезайте сёмгу А я пока почищу кабачки Вы мне скажите, куда? Ну, кабачки можно чистить вот сюда, можно чистить Потому что есть люди, которые считают, что кабачки нужны не с кожурой Я к ним не принадлежу Ну, знаете, есть люди, которые считают, что... Вот сразу видно настоящего знатока Ножичек маленький, да лучше? Ножичек маленький лучше Таким ножичком на сёмгу ходят в Норвегии Так вот, пожалуйста Значит, Борис, сейчас раз, вот такими, да, наверное, вот такими, да, кусочками? Я нарезаю ломтик Слушайте, ну вообще, конечно, очень интересно от вас, как от первого источника, узнать Чем живёт и чем дышит легендарный клуб знатоков Клуб весёлых и находчивых знатоков Знатоки же очень весёлые, мы же знаем Потому что они любят шутить, я знаю, потому что вы же обычно выходите в эфир сразу же после прожектора «Пэрис Хилтон» Да Чему мы очень рады Потому что для нас мы как бы являемся на разогреве у знатоков Так На разогреве у знатоков Автобиографическая книга Ну, я их... Они смеются, Иван, над вашими замечательными шутками, но сами не очень Сами они не очень любят пошутить Не очень Слушайте, ну, хорошо... Ну да Не, ну они любят пошутить, но получается просто Слишком интеллектуальный юмор, наверное, получается Скажите, Борис Так А вот, ну, для меня, как для зрителя, конечно, самый важный момент – это момент споров, который возникает внутри То, за что мы обожаем вашу программу Когда начинаются споры, когда начинаются какие-то с ведущим ссылки на первоисточники, я имею в виду адвоката Борщевского Вот Вот Который адвокат Борщевский, улыбаясь в усы, что-то говорит, спорит Ну, на самом деле А вот то, что не в кадре То, что вот заканчивается прямой эфир И Подходит, я не знаю, там, ну Какие-нибудь знатоки Подходит, например, Бялко Или Друзь Или Козлов И вот начинать... Уже теплее Уже теплее, да? Галко совсем холодно, а так теплее, теплее, теплее Ну, вот Козлов-то точно подходит, да? Подходит, конечно Знаем мы его Вот, так, ну, слушайте, ну Вот я просто, когда, когда, вот я смотрел, я не помню, напомните мне, когда это было, когда Козлов выиграл автомобиль Это же была зимняя Это под Новый год, да Зимняя серия Да И я, когда вижу Андрея Козлова, когда он играет Я, я волокордин пью Так, и я У меня все седые, седые родственники сидят вокруг Ну, потому что я, он просто, от него исходит, от него исходит азарт до такой степени И я сколько помню, даже когда он вел брейн ринг Он все равно с таким же азартом это делал Естественно Вот, вне игры происходит какие-то обсуждения, споры, когда, я не знаю, вы собираетесь, когда, вот, вот, расскажите об этом Игра заканчивается, и споры, если какой-то конфликт возникает на игре То есть, естественно, споры продолжаются еще долго Вот, и я так, так, у меня машина так, пять метров, я только к ней пойду А вот такой вопрос я возвращаюсь Ну все, пока И это продолжается иногда по час, полтора, два и так далее Они меня не отпускают А были случаи, когда действительно, ну, вот, прямо был какой-то очень спорный момент И вам приходилось, как ведущему, брать на себя ответственность, там, принимать решение Ну, конечно И, и, и потом, это решение вызывало большие споры среди знатоков Конечно, и не раз Кто самый большой спорщик, кроме Андрея Тозлова? Или спорщица? Нет, нет, спорщица у нас нету Нет, вы знаете, все равно, все равно он настолько затмевает всех остальных Что? С перерывами Как бы у вас пейли Музыкальная пауза У меня, посмотрите, вот я, я правильно сделал, нам не нужно отрезать вот это Можно не отрезать Можно не отрезать Я думаю, что это совершенно спокойно, можно не отрезать Так, что мы делаем дальше с этим? С этим мы вот посмотрим А, мы будем запекать? Да Так, у нас разогретая, я так смотрю, духовка 180 хватит 180 хватит Ну, чайные паузы у вас известны Кстати, да, знатоки-то сидят в кадре И не могут особенно там, я не знаю Ну, вот некоторые, например, когда нервничают, нужно какое-то там Вот рыбу поесть, чтобы фосфор пришел А вы-то сидите, вас-то не видно? У меня только чай У меня постоянная чайная пауза Расскажите про ваш вот этот быт, там, где вы сидите Ну, понятно, что мы туда не вхожи, мы не просим там Ну, во-первых Поскольку знатоки все время смотрят наверх Во-первых, я уже методом проб давно понял, что надо на эфир обязательно приходить голодным То есть надо поесть там за 5 часов до эфира То есть обязательно сытым вести вообще Это просто ни в коем случае Вот во время эфира у меня постоянная чайная пауза У меня стоит большая кружка чая с лимоном, которую я постоянно тонизирую Тонизирую, да Так, интересно, давайте мы сейчас вернемся к нашей семге А действительно, ну, есть какие-то способы Ну, слушай, это же называется мыслить в экстремальных условиях На время, да, находить правильные варианты То есть, ну, достаточно сильная такая работа человеческого мозга Зритель пошел капризный, вопросы дают очень каверзные И, конечно, тяжело знатокам, я понимаю Вот скажите, а есть какие-то, может быть, у некоторых знатоков Какие-то способы, ну, как, вот, я не знаю Может быть, гастрономическим образом настраиваться, помогать Может быть, я не знаю, все после, традиция есть после игры Все едут в ресторан Или, наоборот, до игры едут, едят, не знаю, что-то Ну, вы знаете, у некоторых команд есть традиции, кто-то в кино ходит Вот команда Козлова в кино ходит накануне обязательно Ну, естественно, ну, естественно Смотрит Это я, судя по тому, как ведет себя команда Козлова, включая капитана Это фильм «Терминатор 3» Да, команда Мухина ходит в ресторан, который находится через дорогу от площадки Они обязательно там едят перед игрой Вот команда Олеся Мухина, да И когда говорят, господа, вот, что-то летит, нет, 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 у нас игра, игра Все, перебегает Это всегда весело Команда Блинова очень долго собирается Все время Все время кого-то ищут Кого-то ищут Все время, то Друзь не доехал То еще что-нибудь Друзь не доехал Да, у каждого своя традиция Да что такое? Где Друзь-то? Да, а Друзь в этот момент сидит с командой Мухиной и говорит Ребята Я здесь Я здесь, как хорошо Только что с Козловым кино посмотрел Сейчас с вами поем И на площадку Вне игры много, я не знаю, много случаев, когда люди становятся друзьями, близкими из разных команд И как-то вот общаются И такой у вас прямо такая общность Или все равно заканчивается игра И все так Разбредаются По-разному Очень по-разному Потому что Я бы сказал так, что все-таки Старые команды Ну, которые давно играют Скажем так Они собирались все-таки по принципу Дружескому во многом То есть у них обычно там, я не знаю Вот, например, команда Козлова Это три близких друга, да? И три сильных игрока, скажем так А, аргентская команда, да? Просто я знаю некоторые армянские команды знатоков Не армянская, а Козлова А, Козлова, извиняюсь Для меня это... Ну, ладно, так Нет, у нас пока по национальному признаку нет команд Просто я знаю некоторые команды, например, КВН, вот армянские Там по такому принципу Там три остроумных человека Один директор завода И родственники И кто за билетами на вокзал бегает Кто за билетами на вокзал Так, значит, Борис Давайте я сейчас прокомментирую то, что происходит у нас Да, а то мы что-то заговорить Может, не будем готовить? Нет, готовить мы обязательно будем Да, знаменитая фраза, да Так говорят повара, когда приходит команда Олеся Мухина в ресторан Все равно они не заметят ничего Все равно они об игре думают Так, вы почистили кабачки И готов их жарить И готов их жарить Я порезал семгу Значит, семгу я посолил Сейчас еще мы добавим вашу приправку Борис, тогда я предлагаю сделать вот что Сейчас у нас будет небольшая пауза Во время которой вы посмотрите рекламу После которой мы вернемся И вы узнаете, что киш-миш в переводе с грузинского Означает Михаил Леонидович Срочно уходите из моей спальни А то муж вернется, вам глаз выколет Простите, пожалуйста А где же солист вашего коллектива? Как вы не знаете Его теща отравила Как она ему в борщ стиральный порошок подсыпала Александр Беляев Ариэль Дорогие друзья, Смак на Первом канале У нас в гостях сегодня Предводитель секс-знатоков Борис Крюк Который уже порезал и почистил кабачки Но надо срочно разобраться с рыбой Потому что иначе Надо срочно разобраться Борис, смотри, что я делаю Я выкладываю кусочки съемки Да Там уже соль, перец, все есть, да? Да Так Так Перцы Вы знаете, как по-научному открывается? По-научному? Я могу отрезать ножницами Я думаю, что так и нужно сделать Смотрите Вот держите вам ножницы Так, я бы даже вот так вот Чтобы совсем Так, а перец, да, еще? Перец Перец, перец И приправу, да? Да, и можно приправу Приправу не забыли? Приправу не забыли Поплотнее Потому что съемки Смотрите, какая она Жирная И красная Так, давайте Заливаем Можем вместе Давайте Дальше уже Все пошло-поехало И в результате Мы знаем, чем все это закончилось Друзья Да Так, давайте сейчас И вот мы так плотно Это все Подождите Приправка где у нас? Вот Приправка вот Приправкой мы еще Вот так вот Мы засыпаем Это все приправкой Как вы думаете Хватит? Я побольше Буду Так, вот так, вот так Борис, а можно попросить вас Дать мне Вот вы как человек Который все время Находится в плотном контакте С наками Безусловно Сам знаток Вот видите Оранжевое Да Борис Внимание Вопросы Что находится В вашей правой руке? Как бы вы это назвали? У меня работа заключается в том Что я не отвечаю на вопросы А я сравниваю вопрос с ответом И говорю Хороший был вопрос или нет Давайте Поэтому вы мне скажите Ответ А вы сравните А я сравню Вы знаете Давайте я тогда возьму Борис Похоже ли это на Телеконовый скребок? Нет Нет Вы ошибаетесь И 500 тысяч рублей Достаются мне Это силиконовый скребок? Так он выглядит Борис Да действительно Ну смотрите По крайней мере Мы вот так вот Разровняли Вот Да Все Значит теперь вот Теперь вот это Можем Минут 15-20 Это же семга 20 минут 180 градусов У нас стоит температура И прямо Из норвежского фьорда Семга отправляется В плавание Так Теперь надо включить Большую Сейчас я вам все это сделаю Секунду Я только приберу здесь Слушайте Борис Какие у вас предпочтения Вообще Вообще Все работает Смотрите Вот вы один из немногих людей Которые самостоятельно включили Огонь здесь Что говорит о том Что вы лукавите Все это вы разбираетесь Вы знаете Ну вот Сейчас я буду готовить На самом деле Своё самое любимое блюдо Как оно называется? Я его изобрёл сам Поэтому название не дал Можем сегодня в процессе Это придумать Слушайте То есть вы изобретаете Ещё и кулинарный рецепт? Нет На самом деле Просто я с детства Почему-то очень люблю кабачки Ну и в процессе Я немножко разнообразил То есть я понял Какое сочетание мне нравится Вот И у меня такое блюдо Оно Его можно назвать салатом Но я его ем как основное В принципе Если кто-то захочет его усовершенствовать Сюда можно и кинзу добавлять И укроп Во вкусу Кто что любит Я люблю с зелёным луком Мы будем делать так Как любите вы Тогда с зелёным луком Нагрелась сковородочка Да А я между прочим Хотел вам сказать Борис Что я Как и многие мои сверстники Когда На заре телевидения Современного российского телевидения Вот я вам клянусь Вот не было у меня Более любимой программы Чем программа Любовь с первого взгляда Которую вы вели Да была такая И я ещё всё время тогда Я думал что многие меня поддерживают Тогда я думал Ну почему же они так медленно С этим джойстиком Давайте же скорее Видеомонитофон выигрывайте Ребята Я верил что все Участники программы Когда уходят с программы Они обязательно женятся Ну кстати пару случаев было Пожалелись? Да Так Слушайте Мы можем же двумя Ну двумя партиями Да это сделать В смысле Сделать Здесь получится полторы 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 Ну отлично Но мы должны Значит мы просто на большом огне В масле должны обжарить Кабачки Да Свежие кабачки Хорошо И вот И я хотел поинтересоваться Какое-то блюдо нам надо создавать Вот смотрите У нас есть варианты Для блюда У нас есть варианты Вот размеры перед вами Угу Вот Вот Так Хорошо Расскажите Борис О том Ведь появилось действительно Что скрывать Вы и мне звонили Однажды приглашая меня На игру Что где когда И я готов повторить Перед камерами Это приглашение Вы сказали Иван Должен был быть Николай Басков Он не смог Не хотите ли вы прийти Неправда это Ну как это Как это Как это Неправда Вы мне так сказали Нет Было не так Вам сначала позвонил Николай Басков И сказал Не можете ли вы его заменить А потом Не позвонил Он просто мне сказал Так Он был рядом В этот момент Да Сказал Можешь вместо меня пойти Давай Ты вместо меня на что Ты когда А я вместо тебя К Мансеррат Кабалье поеду И Слушайте Нет Я хотел спросить Вот о чем Вы хотите Побольше огонь Или поменьше Поменьше Сделали Сейчас Огонь есть Да Это минимально Так Не не рано 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 пока еще Скажите Когда пришла идея Вот Чтобы принимали участие Публичные люди Это было Нет Там Срослись Два обстоятельства С одной стороны Был юбилейный год Вот 30-летие Что где когда Вот А второе обстоятельство Это то что Борщевский годами стоял За спинами И уже на такое количество Вопросов ответил Что он после каждой игры Говорил Слушайте Ну я уже на столько вопросов Отвечаю Мне уже за слово хочется Мне за слово хочется И по сути Я в детстве так говорил всегда Когда папа ужинал Да Мне за стол хочется Папа за стол Посиди пока под столом Поперевирай гречка Вот Поэтому По сути Это Ну в определенном смысле Под него собиралась команда Под Борщевского Да Так А потом дальше Как ты уже это вот развил Сейчас команда Я вам расскажу Замечательную историю После того как Команда Борщевского Сыграла первую игру Я не буду называть фамилий Мне позвонили От одного Высокопоставленного чиновника Пресс-секретарь И сказал Вы знаете Вот наш Вот этот вот Чиновник Да Он тоже хочет играть Что где когда В команде Борщевского Вы наверное сказали А как это Владимир Вольфович Будет играть Нет Извините Ну я же понимаю Что это сложно Что команда готовилась Им играть через неделю Вот я говорю Вы знаете Ну а вы не боитесь Что Там вот Зовем его Иван Иванович Например Что Иван Иванович Ну сядет за стол И в лужу Ну в лужу сядет Он не будет отвечать на вопросы Конечно И это будет просто Антиреклама Это кстати причина По которой я отказался Прийти тогда Тут кстати возникла Большая пауза Так И сказали А Иван Иванович Не будет отвечать на вопросы Отвечать будет Борщевский Он будет говорить Кто будет отвечать Вот Замахнулись на роль Андрея Козлова Соль 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 Подождите Соль Давайте Борис Давайте я вам Знаете что делаю Это крупная Да Давайте берите Чуть-чуть Прям чуть-чуть соли Да Чуть-чуть И в принципе Можно будет Надо ли их Борис Знаете что я хочу Просто предложить В качестве варианта Надо ли нам их будет Обсушить от масла Нет В принципе нет Потому что Из этого получится Потом соус Соус Он самый Сечет Да Хорошо Иван Я прошу вас Помидорчики Вот так порезать Как Так же Нет Ну Практически так же Вот так Тоже такими Сейчас Я лучше покажу Да А я пока буду Собирать Правильно я понимаю Что так же Как кабачки Да Да Вот Можно на На самом деле Кабачки Брать Покрупнее Потому что Конечно Мелкие вкуснее Но с мелкими Больше возьми Когда кабачок Большой Вот Так Хорошо Делаем Есть готовые помидоры? Готовые помидоры Есть Сейчас Тут сложный процесс Но я стараюсь Борь Честно Вот Такие вот Слой помидоров? Да Сверху слой помидоров Сверху Сверху Прямо выкладываю Вот так? Да Может быть еще потоньше Можно потоньше Резать их Все я понял Я понял свою ошибку Сейчас постараюсь Дело в том Что не каждый помидор Так тонко нарезается Но сейчас мы попробуем Это сделать Очень удобно Никогда не пробовал В четыре руки Очень выгодно Так 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 Теперь моя очередь Все Теперь вот Так Поскольку очередь Бориса Крюка сейчас Сверху следующий слой Кабачков На помидоры выкладывать Я на секунду Борь Оставлю Вас у нас короткая рекламная пауза После которой мы вернемся Вы знаете что Кебаб В переводе с тюркского Означает Ну что отец Невеста в городе есть? Сара Иди в зал Там твой пришел Не один с другом Сидят вдвоем Глаза красные Бестыжие С похмелья наверное Из кинофильма Терминатор 2 Дорогие друзья Смак на первом канале У нас в гостях сегодня Борис Крюк И я помогаю Борису Сейчас Сейчас уже не надо Сейчас у меня вопрос такой Иван Что мы Для второй партии Мы возьмем другую сковородку Или эту помоем? Можно поменьше сковородку взять? Можно взять поменьше сковородку У нас немного осталось Можно взять и поменьше сковородку Тогда Вот такую А эту мы не моем Горячая 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 Не обращайте внимания Друзья Все Поставили Что сказать Истаханов так делал Так Теперь Помидоров Чуть-чуть Чуть-чуть нужно Сверху Я правильно делаю Что выкладываю? Сверху слой помидоров Сверху Майонез Вот оно что Стоит Вообще Раньше продавался Такой очень Боря Ну соусники в таком стоит Майонез Я вот спиной вижу Майонез Соусники Это майонез Майонез Нет Вообще Майонез конечно Я люблю Максимально легкий Такой вот он Что Это Наверное даже Наверное даже Можно было бы домашний майонез Сделать сюда Такой прямо Самому Нет Это я уже перебрал Наверное можно Но я же рассказываю Что очень Немного времени На это на все Да На самом деле Это делается моментально Если кабачки Покрупнее Помидоры покрупнее Да Действительно Они конечно Но прелесть Когда они небольшие Правильно Так И вот я сейчас Вот таким вот образом А я тогда Боря Я тогда могу Еще лучку Меленько Ну сильно не увлекаться Тоже так Боря А не делали ли вы Такую статистику Из каких регионов Из каких областей И федеральных округов Нашей страны Приходит наибольшее количество Интересных вопросов Вы знаете Вообще В принципе Все наши Вот что касается Телезрителей Да То у нас Всякие исследования Показывают И все прочее Что это вообще Программа Из вашего родного города Потому что сравнить Смотрение программы Санкт-Петербурга С другими городами Просто невозможно Оно превосходит В 2-3-4 раза Да Да В Петербурге Очень любят программу Что, где, когда Вот Что касается Умных вопросов То Вопросы, естественно Не из Петербурга Вот Петербуржцы просто Любят смотреть Нет Из Петербурга Тоже много вопросов Но Здесь, конечно Ну Здесь сложно сказать Откуда Много хороших вопросов Такую статистику Я не проводил Но я обратил внимание Что Вот Через 10 лет После того Как Григорий Гусельников Постоял Да Постоял У нас в зале Выкладывать Да Теперь просто В Барнауле Откуда он родом Там просто бум Такое количество вопросов Из его родины Вот Что касается Вопросов Вот Которые снимают На пленку Да Да Это у нас Конечно Лидер Безусловный Кавказский регион Да ладно Да Да Потому что Они как бы Ну они любят снять Как бы показать Там Дом То есть имеется ввиду Когда зрители Сами снимают Когда сами Присылают кассеты Но вот по количеству Кассет Конечно Вот там Не знаю Там Дагестан Там Конечно Это все А не было такое Боря Я прошу прощения Я просто представляю Какое количество Вообще Видеокассет Идет на телевидении Не было так Что путали кассеты И например Вам приходил Такой вопрос Когда человек Глотал швабру А потом говорил А вам слабо Ну такие Ну например Было один раз Странные вот вещи И многие Такие пытались За минуту Повторить этот трюк Так вот Из Кавказского региона Действительно Большое количество Вопросов А что касается Пленки На фоне дома Не-не Что касается фона Это наша любимая тема Потому что у нас Редактор наш Лена Белко Она сказала Что она 24 года работает И изучила уже Все возможные Расцветки ковров На фоне которых Снимается телезритель Потому что С советских времен Считается Что самое Вот если я на фоне ковра Это вот самое оно Вот Поэтому Я не знаю Там 80% всех А ковер один и тот же Вопросы Кавказу ковер Мизансена Гостиная Диван Человек На фоне ковра Ковра Я предлагаю сделать вот что Я хочу сейчас повторить Ваш рецепт А вы проверите Насколько хорошо я И соответственно Телезритель его запомнит Значит мы берем Молодые Очень свежие кабачки Мы их чистим Мы их нарезаем Колечками И обжариваем На Оливковом масле Да Подсаливая Да В процессе Выкладываем слой Потом выкладываем слой Порезанных колечками Помидоров Чтобы сочные были Вот Значит выкладываем слой Потом мы выкладываем Сверху Майонез И зеленый лук Да И повторяем Все то же самое Да И сколько слоев Столько На выбор Борис У нас все готово К тому Чтобы мы приступили К дегустации Но Вы как автор рецепта Настаиваете на том Что салат Должен быть перемешан Ну я могу дать Попробовать так Но я люблю перемешать Нет Я хочу Чтобы вы Примели решение Как это Выглядит он конечно лучше так Выглядит он конечно лучше так Но надо перемешать Нет Я вот Так Положу Вот так Так Ну что ты В общем так сдержанно Вы положили Спасибо Все хватит Спасибо Так А себе вы хотите перемешать Чтобы помидорный сок Смешался с майонезом Да Да Очень себе вкуснее Вы сделаете Понятно Вон посмотрите Какой сок там внизу получается Сок там получается Что надо Можно я вам свое тоже отсыплю И вы мое тоже помешайте Там пожалуйста Борис Договорились Все Что-то больно аппетитно У вас это все получается Я могу попросить Поаплодировать зал сейчас Борису Потому что по-моему Все Давайте Теперь Теперь Тогда Борис Подождите Мы не будем пока накладывать Салат Потому что у нас есть С рыбы начнем Мы начнем с вами С нашего основного блюда Потому что это Сейчас Вызовет И у вас радость Вот смотрите Выключаем духовку И достаем Царицу Норвегии Вот она Борис А теперь смотрите Сейчас я вам просто покажу Вот у нас кусочки семги Пахнет очень хорошо Вот так Вот прямо Сейчас надо вот Раз Красиво Теперь не случайно Я Борис вам Положил на Тарелочку Лимончик Можно Лимончик И укропчиком Смотрите Сейчас Позвольте Вот так Вот например Главное Что блюдо Очень-очень Простое Но в то же время Питательное Все-таки Омега-3 Так А я тогда вам положу Понятно Да Да Вот Сбрать надо снизу И смотрите Я еще Я даже еще Носенку Хочу немножечко Лимончика выжать Так Ну что Борис Не отведать ли нам Пробуем Начинаем с вашего Борис Салата А я начну с рыбы Мм Ну Знаете Тот случай Когда даже в процессе Рассказа об этом салате Уже было понятно Что это будет вкусно Мм Рыба кстати Очень вкусная Ну как Посмотрите Рыба приготовилась Мм В салат чуть можно Больше соли было класть Мм Нет Очень хорошо Как Почему никто не хлопает Какая-то тишина А знаете Борис Что сочетается Это все Да Дорогой Борис Я напомню Рецепт семги Который невероятно прост Нужно взять просто Норвежскую семгу Посолить Поперчить Добавить Любые приправки К рыбе А после чего Все это Выкладываете В емкость Заливаете Сливки Закрываете Это все Вот таким слоем Еще какой-то приправки На 20 минут На 200 градусов Духовку достаете Укроп Соль Борис Крюк Лемон 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 Позвольте мне Борис Сейчас Сделать Доброе дело Как говорится От нашего клуба Едаков Вашему клубу Знатаков От нашего спонсора Корзина Ароматного Цейлонского Чая Акбар Чай Акбар Источник бодрости Энергии Хорошего настроения Но это еще не все Всемирно известный Производитель посуды Компания Тапуэр Дарит вам Инновационные изделия Набор контейнеров Умный холодильник И кастрюлю От шефа Из премьер-каталога Начните Модные сезоны С Тапуэр Дорогие друзья Сегодня у нас в гостях В Смаке Был Замечательный телеведущий Продюсер Знаток Борис Крюк Аплодисменты Вот сейчас я вернусь Мы будем доедать И продолжать завтракать Друзья У нас сейчас пауза Ровно на одну неделю Смотрите нас Ровно через неделю Вы знаете Почему в некоторых Ресторанах Ливерпуля Членов квартета Битлз Называли жуками Редактор субтитров А.Семкин